Олег Николаевич, вот как раз об этом мы говорим. Вы очень сделали, на самом деле, обширный, колоссальный труд и доклад, если бы вы были министром строительства. Понимаете? Сколько вы построили, сколько вы обеспечили, мы это всё видим и сказали, молодцы. Но, а теперь вот мы говорим, а теперь-то мы говорим, даже тот вопрос сложный рак, вы говорите, женщины не идут на первичный осмотр, просто на первичный осмотр. А в чём причина? А может, там очереди они не идут? А может, к ним плохо относятся? А вот я сейчас вам читаю, извини меня, о возинках у нас с вами, извините меня, рентген-кабинет есть, а врача нет, который на нём работает. А у нас в ряде сельских районов нет УЗИ, а там, где есть, нет специалистов, которые на них работают. Понимаете? Мы правильно с вами сейчас всё это снабжаем, мы сейчас всё это обеспечиваем, а там некому работать. Понимаете? И там эти обследования проводят. Поэтому, вы правильно говорите, духовницкий главный врач везёт больных и оперирует, ну, нашёл способ. А почему с другого района это не делают? Вот сейчас о чём говорит. Вы ведь не только даже заболевания лечите, врач он и души даже лечит, больше, чем это. Поэтому, наверное, эти мы хотели вопросы просмотреть. Не в плане того, что у нас недостаточно. Если бы вы сейчас вам сказали, как министр здоровья Николай Сергеевич, мы ничего не строим, мы чего-ничего нет, мы машины не обновляем. Мы-то знаем, как депутаты Государственной Думы, принимая бюджет, и видим, сколько на это выделяется федерального финансирования. И вы сами сказали, что у нас есть проекты, о которых даже говорят на уровне государства лучшие. И вот, как мы видим, что у нас есть проекты, о которых уже есть проекты, о которых мы хотим.